всем привет сегодняшний разбор я хотел бы посвятить временному содержанию кормовых мышей вот он наш мышонок которого я так и не скормил моему ящеру я дал ему возможность пожить сейчас он находится временно в ванне мыть его и конечно не собираюсь просто временно чистил его коробочку в которой он живет так сказать контейнер достаточно резвый сбивает камеру не дается на себе сфокусироваться многие спрашивают почему я не пытаюсь содержать кормовых мышей содержать разводить их для того чтобы постоянный приплод был моему ящеру но основная причина этого в том что мыши достаточно большие грязнули они очень быстро едят очень быстро переваривают и соответственно очень много гадят пекалии от них уже за несколько часов могут заблодить целую коробку и это только от одного мышонка а если будет больше для разведения собственно я содержу мыша вот в таком вот достаточно просторном контейнере в качестве укрытия использую старое убежище стена из которого он уже давно вырос а в качестве грунта использую опилки почему опилки потому что это единственное средство что успешно позволяет абсорбировать ту массу фекалий которые производят кромовые мышки противном случае например на газете или на вате фекалии будут уже собираться в таком вот относительно просторным для мыши контейнере уже всего за день и придется чистить его очень очень часто более мелкие контейнеры даже с большим количеством опилок приходится чистить также гораздо чаще вторая причина мыши у нас достаточно непослушные для содержания даже если их положить сюда и обеспечить им необходимый корм воду и так далее они все будут подстраивать под себя например мышь будет постоянно закапывать свою поилку в которой осталась влага и вода из которой ему нужно пить например те же самыми опилками утаскивать либо опрокидывать различные коробочки в которых я обычно в пробках даю и корм кстати насчет корма сейчас мы его и положим нашему мышонку в качестве корма используется овсянка и немножко хлебушка я предпочитаю давать ему черный хлеб этого вполне достаточно для того чтобы мышь жила и соответственно небольшую пробку воды этого также достаточно в конце концов этот мышонок уже через сутки буквально ее закопает она вся будет в опилках влажных и как результат мне придется в конце дня все это убирать то есть каждый день приходится возиться с мышью даже сотни сверчков не так доставляет неудобств как мышонок всего один а представьте если этих мышей будет гораздо больше скажем четверо пятеро то и мышиное семейство несколько голов десяток тут нужно будет несколько контейнеров и убирать их придется в любом случае каждый день потому что в противном случае фекалии просто будут убивать мышек особенно мелких это у нас крупный мышонок еще достаточно не чувствителен к большому качеству фекалий а вот мелкие мышата например бегунки которые попали на мой канал первыми я снимал про них небольшое обзорное видео они у меня умерли именно за того что я их содержал вот в подобном контейнере правда меньшего размера но также с достаточным количеством еды почему они умерли мне ясно возможно из-за того что у них недостаточно крепкий иммунитет сомневаюсь что они подавились опилками так как мыши вообще приспособлены грызть что-то подобное а раз уж мышь сумела сгрызть пластиковый контейнер куда и что и опилки что ли повредят вот она вот мечется хочет у себя побыть в замкнутом пространстве и не понимает что же делать что же делать что же делать собственно это основные причины почему я не пытаюсь разводить мышей запах и большая вероятность того что они погибнут от каких-нибудь болезней ну и плюс если вы будете сдержать их достаточно в недостаточно против прочно запечатанном контейнере они выберутся и могут доставить вам какие-нибудь неприятные сюрпризы еще повезет если они не напугают вас до чертиков какую-нибудь девушку выбравшись из контейнера мышь наверняка бы привела в ужас собственно а чистоплодности мыши можно судить по разбросанным этим вот темным пятнышком в ванне это собственно фекалии и она делает фекалии буквально за 20 минут просто бегая по этой ванне и она сделает еще больше как покушает собственно в контейнере благо опилки помогут абсорбировать запах и нечистоты поэтому нужна очень большая база для того чтобы содержать и разводить мышей по идее чуть ли не свой гараж где запахи не будут мешать жить потому что в квартире заводить их на просто нереально но это мы закончим наш мышь не очень общительный поэтому подоставим ему посидеть у себя дома до новых встреч